Что хочу еще уточнить. Опять-таки, ни для кого не секрет, что Золотарев имеет очень похожие травмы с Людмилой Дубининой. К чему это я? Здесь дело в том, что если опять-таки возвращаться к убийству ребят людьми, то, не знаю, может быть, меня сейчас и Алан, и Олег исправят, но мне кажется, что нанести просто абсолютно идентичные травмы, убивая руками, ногами, прикладом, мне кажется, что это достаточно сложно. Что говорит еще Туманов касательно… Чуть-чуть вставлю, сейчас секундочку. Достаточно сложно, а тем более, зачем, если так взять, да, вот? Совершенно верно. Зачем? Зачем именно так? И почему других не так? Почему… Да, и почему других тогда не так? Совершенно верно. У Калалин вообще нет никаких травм, ни огнестрельных ранений, ну, то есть, замерзли они. Ну, да, там ни ножевых ранений, ни огнестрельных, ни даже тех же сломанных ребер нет. То есть, получается, это что, какой-то вообще извращенный вид убийства? Одних они раздавили, других они гоняли по склону, пока те сами не замерзли. Татьяна, либо группа была, было две группы, как мы уже говорили, да, то есть, они могли, независимо от друг друга, погибнуть. Да, совершенно верно. Одни сами по себе, другие, другая часть ребят сама по себе. И даже я могу предположить такой момент, опять же, предположение, что одна часть ребят могла и так и не узнать, что погибла вторая. Запросто. Опять, и с этим сложно не согласиться. И что еще говорит Туманов, например, по тому же трупу Золотарева. То есть, как говорится, давление должно было быть предметом сопоставимым по размерам с грудную клетку. С грудную клетку. То есть, это не нога, однозначно, и не рука. Поэтому ни о каких-то точечных специальных ударах речи быть не может. Если, конечно, убийцы не пришли, не знаю, там, с широченной доской их что ли били. Но мы опять-таки тогда вернемся к заключению Туманова, что доской, извините, разогнать доску до скорости автомобиля, ну, это очень-очень сложно. То есть, как бы ты ни замахивался и каким бы сильным человек ни был. Надеюсь, согласитесь с этим. И более того, еще зафиксированные травмы, они имеют двухфазную природу воздействия. То есть, сила, которая действовала вот на ребра и Людмилы, и Золотарева, она действовала не одноразово, а несколько раз. Это тоже немаловажный момент. То есть, возможно, упало что-то одно. Потом, или, может быть, здесь тоже такой вариант, что-то упало, чем-то придавило. Возможно, ребята там попытались их освободить, но, допустим, не удержали, еще раз, говорится, уронили там. То есть, я понимаю, что сейчас говорю достаточно примитивными фразами, но подчеркиваю двухфазное воздействие. То есть, и здесь идет очень-очень такая строго ограниченная область воздействия. Нанести такое, я говорю, нанести такие травмы там рукой, ногой нереально. Это что касается сейчас вот такие, ну, разбора травм Золотарева и Люды. То есть, были версии, я знаю, то есть, возможно, говорили, что, возможно, кто-то прыгнул со всей силы вот прямо на грудную клетку Люды. Но ты только что, Алан, сам сказал, что, извините, если Туманов сравнивает с ударом от автомобиля, а это сколько у нас там самый даже легкий вариант, может быть, околотонный, но Жигуленок в Уральских горах исключается, значит, минимально это, получается, должен быть, должна быть машина порядка трех-трех с половиной тонн. Вот человек, как бы он, опять-таки, не прыгал с какого разгона, вряд ли он сможет оказать такую давящую силу. Это вот касательно, значит, трупов именно Золотарева и Дубининой. Теперь хотела бы потихонечку перейти к трупу Тибо Бриньоля. То есть, это те, которые скончались от очень тяжелых травм. Опять-таки, да, мы повторимся, что у той же Зины, у того же Дятлова, то есть, конкретно таких прям серьезных травм не было. Значит, что говорит Туманов о травме того же Тибо Бриньоля? То есть, эта травма образовалась в результате удара в правую височную область каким-то тупым предметом, ограничивающей травмирующей поверхностью. То есть, здесь может быть все, что угодно. Камень, железо, в общем, все, что гораздо крепче костей черепа. Что пишут возрожденные вакции? В области правого плеча, на передней внутренней поверхности, разлитой кровопотек, там, размером зеленоватость синюшного цвета, в области кровопотека, кровоизлияния, подлежащие мягкие ткани. Как это, опять-таки, комментирует Туманов? То есть, это могло тоже образоваться в результате удара, чем-то тяжелым, чем-то твердым. То есть, удар шел спереди. Образовывается вот такой кровопотек. То, что эти травмы у Тибо Бриньоля несовместимы с жизнью, это тоже подчеркивает Туманов. То есть, здесь речь идет о чем? То есть, многие ссылаются на вот эти вот следы. Вот они вышли из палатки, вот они ровными рядами пошли. Тем более, опять, если посмотреть на фотографию этих следов, внимательно посмотреть. То есть, по логике, да, давайте так рассуждать. Ребята режут палатку. Почему они режут? Значит, есть какая-то угроза. Ну, после этого они выстраиваются в шеренгу и спокойно спускаются, значит, в послание. Почему они спокойно спускаются? Потому что, посмотрите внимательно на следы, отпечатывается полностью вся стопа. Если человек бежит, отпечатывается, грубо говоря, только первая половина, да, пальцы. То есть, когда бежит, мы же при беге не наступаем на всю ногу. Мы для ускорения именно опираемся на переднюю часть стопы. Но там прекрасно отпечатывается полностью вся стопа. То есть, речь идет о том, что они спокойно спускались. Противоречие, противоречие. Соответственно, здесь возникает вопрос, а они ли вообще резали эту палату? И они ли вообще спускались? И они ли спускались? Опять-таки, у них на руках фактически уже три трупа. Потому что травмы такие достаточно мгновенные. То есть, сами не та же Люда, не тот же Золотарев, не тот же Тебобрильон передвигаться уже не могли. Их надо было нести. То есть, у нас получается, что пять человек несли, трех фактически уже мертвых. А кто знает, что мертвый человек, ну, как говорится, по ощущениям, кажется гораздо-гораздо тяжелее своего веса. Тогда опять-таки, почему отпечатались только следы? Почему нет никаких там следов волочения, еще чего-то? Потому что своими ногами тройка с серьезными травмами передвигаться не могла. А поднять на руки и нести их, как малолетнего ребенка, ребята тоже не могли. Александр на этот ствол. Крутой, не крутой, но тем не менее, все равно они бы как-то их там старались волокти, даже подхватили бы под мышки. Но опять, следы абсолютно спокойные, следы абсолютно, как говорится, без лишних каких-то дополнений. Это следы инсценировщиков. Восемь человек инсценировщиков было раз восемь пара. Причем там тоже, интересно, там со следами тоже не все благополучно. Восемь человек инсценировщиков, да. Но многие забывают упомянуть, что два следа, ну, две пары следов, они были в стороне от палатки. И потом они только присоединились к этой шеренке, и дальше они уже спускались все вместе, вот эти вот восемь следов сошлись. То есть здесь опять-таки двое стояли где-то в стороне, потом они там сошлись, потом они спокойно спустились по склону, никуда не торопясь, вывод только один. То есть это явно не следы ребят. Потому что представить себе, что, допустим, двое стоят у палатки, видят какую-то опасность, при этом никак на нее не реагируют, а в это время, значит, ребята каким-то образом, узнав об опасности, значит, пытаются разрезать палатку, хотя логичнее было, чтобы эти двое подошли к палатке, расстегнули те несчастные три или четыре пуговицы, насколько они там застегивались, тем более, насколько поисковики указывали, палатка не была застегнута до самого низа. В конце концов, элементарно, по принципу на карачках, из этой палатки можно было спокойно выбраться, ее не нужно было резать. Вот тоже интересный момент. Еще, Татьяна, я добавлю немножко по следам. Там и по следам, кстати, я очень много их рассматривал, разбирал фотографии. Там и по следам форума следовая интересная. Говорят многие, что это следы от носков, это там от, короче, ты поняла, да? Ну, это могут быть опять-таки те же бурки, те же тормаски. У меня, я уже об этом говорил, у меня есть такое тоже предположение, что, я уже вам это говорил, что эти следы очень похожи на следы общевойскового защитного костюма, то есть костюма ОЗК. Я имею в виду самих бахил. А, бахилы, да, только хотела сказать бахилы. Самих бахил. Очень, очень мне напоминают следы. То есть, если, вот предположить, как гипотеза, опять же, чтобы никто там не писал, что мы там утверждаем, просто как гипотеза. Если что-то, допустим, в том районе произошло, вот, да, какая-то авария техногенного характера, да, то есть она могла сопровождаться и выбросом топлива какого-то, и выбросом других каких-то вредных веществ и так далее, радиации и так далее, то если туда на склон, значит, прилетала группа, скажем так, не зачистки, ликвидаторов, да, группа зачистки, да, специальная, то она обязательно была в этом костюме общевой войсковой защиты. Обязательно. Безусловно, пока они не убедились, что опасность миновала. Пока они не убедились, не сделали замеры там, промеры, то есть что можно, по-любому они были в этих костюмах и в этих бахилах. Поэтому эти следы очень напоминают следы от бахил, очень. Я много раз их рассматривал, вот у меня есть такое предположение. И 8 человек, да, 8, ну, то есть по следам 8 человек. Отделение солдат. И один след был не в бахилах, да, а, по-моему, от ботинок, да? От ботинок был. Да, там виден каблук, действительно. Офицер отдельный. Да, вполне возможно. Все, можно предположить такой вариант. Подлетел вертолет, отделение, значит, десантировалось с вертолета или вышло, да, он выше там мог сесть, да, допустим, либо просто спрыгнули, да, в этих костюмах и все. Прилетели, а там такое, да? Ну и в конце концов, допустим, в костюмах они походили, измерили, проверили, а потом уже к ним присоединился уже офицеры без костюма. А потом, да, они прямо сделали замеры, все, по-любому, еще раз вот подчеркну, по-любому, если была какая-то авария или что-то в том районе, по-любому, отделение солдат вместе с офицером, по-любому, было в этих костюмах. По-любому, это по технике безопасности, по-любому. А потом, да, уже могли туда, естественно, там расчехлиться, даже вплоть до того, чтобы снять, там, если неудобно было, да, это уже другой вопрос. Вот, вот, подходит отделение 8 человек, там, с офицером, пожалуйста, вот вам следы, вертолет выше где-то чуть-чуть, там, или мог сесть, или они спрыгнули, допустим, да, с небольшой высоты, там, вот вам. Так что могло быть и так вполне. Да, это просто, это гипотеза, но следы очень похожи, как люди говорят, от носков, там, от этих валенок, от носков, вот вам от бахил, запросто. Да, это очень интересное замечание, мне кажется, действительно, очень толковое в плане выводов. Я, если раньше думала, что, я говорю, те же бурки, те же торбасы, они, в принципе, могут оставлять след, похожий на носок, потому что там же тоже не видно ни каблука, ничего, то бахил – это вообще прекрасное сейчас уточнение. Кстати, хотела еще добавить, касательно разбора травм. Ребята, Туманов тут очень внимательно еще изучил судмедэкспертизу Слободина, и, как он тоже отметил, что Слободин, получив такую травму головы, вот, уже не мог нормально функционировать, то есть мог тоже быть там в бессознательном состоянии, из этого что мы имеем? То есть мы имеем, как минимум, четырех людей, которые находятся, либо уже умерли, либо, в общем, сами никак двигаться не могут. То есть, согласитесь, пять человек транспортировать, говорится, не оставив каких-то следов четырех, ну, это достаточно сложно. Если только у них не проснулись какие-то сверхспособности, и они нанесли их там на руках, я же говорю, как младенцы. Касательно, что еще хотела разобрать? Значит, касательно отравления гептилом. Здесь я как бы попытаюсь опровергнуть свои же собственные выводы, которые когда-то делала, ну, в своем, как говорится, ну, как сказать, стриме или разъяснении по версии, по ракетной версии. Дело в том, что я наткнулась на очень интересную статью, которая буквально перевернула мое мировоззрение касательно гептила. Оказывается, есть, так сказать, подтвержденный факт, что отравление гептилом не так уже и смертельно. Я имею в виду, что оно, да, оно, безусловно, имеет тяжелые последствия, то есть люди умирают достаточно быстро, то есть в течение года, двух, чаще всего умирают уже от рака, вот, но не обязательно они должны скончаться тут же, вдыхая гептиловые пары. Это, значит, откуда это взялось? Дело в том, что в газете, сейчас одну секундочку, значит, газета-газета, сейчас открою, чтобы сказать. Значит, Северный край, Ярославская областная газета, значит, была опубликована одна очень интересная статья по поводу серьезной аварии. Вот, эта авария произошла 1 февраля 88-го года, и там перевернулись цистерны товарных погонов, которые транспортировали тот самый гептил. Так вот, ликвидировали там без каких-либо особых средств защиты, вот, и тем не менее все остались ликвидаторы живы, я имею в виду после, ну, зачистки территории, скажем так. То есть потом они, естественно, благополучно, вернее, тут благополучного, конечно, ничего нет, то есть они отправились в мир иной, но именно они не умерли ни в течение суток, ни в течение двух. Вообще, как говорится, гептил чем он опасен? То есть он чувствуется в воздухе только когда аж в 300 раз превышает допустимую концентрацию. Именно такая ситуация и была при аварии этих вагонов. Вот, но никто, еще раз повторюсь, из ликвидаторов не погиб. Татьяна, по поводу гептила, а в каком году его применять-то стали в ракетах? По-моему, в 60-х годах. Да, гептил начали уже применять, там, что конец 60-х, начало 70-х годов, но дело в том, что испытывать его начали, если мне не изменяет память, там он был, как это сказать, там патент на него был оформлен в 48-м году. То есть сказать, что его не было от слова «вообще нет», это будет неправда. Татьяна, добавлю, по гептилу смотри. Гептил был, значит, патент был в 49-м году на производство и на испытания. То есть уже с 49-го года его разрабатывали, испытывали и так далее. Ну, следов же гептила не нашли на склоне, правильно? Ну, дело в том, что, подождите, ты имеешь в виду, не нашли следов гептила кто? Те, кто в конце февраля и в марте были там? Ну, там много поисковиков ходило и туда, и сюда, они с троем ходили, и студенты ходили. Никто никаких следов гептила не видел, даже намека на это не было. Ага, правильно. А было ли распыление гептила именно на этой высоте? Другой вопрос. То есть тот же гептил мог быть над атортеном, за атортеном. То есть мы же до сих пор, как говорится, точно не знаем, где ребята погибли. То есть мы много раз говорили, что поставить там палатку – это просто сверхглупость. Если эта палатка только не имела цель как наблюдательный пункт, зачем там, то для бывалых туристов ты сам согласишься, это просто несуразица какая-то. Зачем ее ставить на открытом склоне под сумасшедшим ветром, когда вот недалеко лес, и под защитой леса все это можно спокойно переночевать. Вообще не нужно там ее ставить. Я считаю, это вообще не они ее ставили, это уже поставили инсценировщики уже позже, для того, чтобы показать якобы, что группа замерзла. Так что здесь, опять-таки, по гептилу можно еще взять несколько вариантов. Возможно, первые разработки были одного плана, потом формула как-то там усовершенствовалась, менялась. То есть, да, допустим, поначалу он мог отравить, допустим, прям единовременно ребят. Но, я говорю, вот эта статья для меня оказалась очень-очень удивительной, потому что я не ожидала, что можно несколько часов выдышать парами гептила, и, тем не менее, остался в живых. Но это вроде как подтвержденный факт. То есть, действительно, такая авария была. – Татьяна, вопрос тогда такой. Вот что-то прокатилось по Золотареву и Дубининой, что-то большое, что-то тяжелое. Лавина. Могла лавина, то есть, большая масса снега со льдом накрыть группу. Кто-то получил такие травмы, кто-то не получил, кто-то просто задохнулся. – А я тебе задам встречный вопрос. А как могла пройти лавина? То есть, да, допустим, мы предопускаем, ребята спят в палатке, ничего не подозревают. Хорошо, прошла лавина. Хорошо, травмировали. Вопрос следующий. Почему ничего из вещей в палатке не было повреждено? Огромный вес, нету раздавленных панок, нету поврежденных фотоаппаратов, которые очень хрупкие. Это не только для человека. Можно сказать? Конечно. В том месте, где стояла палатка, там лавины, в принципе, быть не может. Хорошо. Если лавина и прошла по туристам, то она прошла абсолютно в другом месте. А если она прошла в другом месте, ну, например, около Тартена, еще где-то в лавиноопасном месте, хотя там мало лавиноопасных мест, то, естественно, эту палатку уже на это место ее перенесли и все там расставили. То есть, это само собой понятно, почему там все это стояло, лежало там так, как это лежало. Я все равно задам еще раз вопрос. Только хотел сказать, вот то, что Олег сказал, что если было какое-то, да, там обрушение снега там придавило и так далее, но только они в том месте, где палатку, ну, как бы, общепринятое место, где палатка стояла. И сразу вопросы все снимаются, остальные. Почему убежали с палатки, чего напугались, этот вопрос отпадает. Почему не вернулись в палатку, не оделись, этот вопрос отпадает. Почему уходили, то есть разрезали палатку и уходили уже, не убегали, а уходили медленным шагом. Этого тоже не было, это отпадает. Ну, то есть все вот эти вот странные моменты, они все сразу отпадают, и по ним даже никаких вопросов нет. То есть если палатка тут не стояла, то все вот эти вот странные, непонятные моменты, мы их сразу отбрасываем, про них можно не думать. Можно не думать, но я еще добавлю, так сказать, к лавинной версии. Я еще раз повторюсь. И если на них действительно сошла лавина, почему кроме ребят ничего не пострадало? Фотоаппарат вещь хрупкая. Крупы в каких они там кулечках, мешочках были, почему они не раздавлены, почему они не рассыпались в тех же рюкзаках по той же всей палатке? А кто сказал, что они не рассыпались, Татьяна? Их рассыпанные, раздавленные не стали переносить, не стали туда в палатку складывать. Мы же знаем, что много чего не хватает. Не хватает грелок, не хватает там грелок для жидкости. Много чего не доложили в палатку. Просто перенесли, вот поставили, тяп-ляп, инсценировки. Да, ну у Золотарева раздавленные ребра, но при этом целый фотоаппарат. А почему бы и нет? Фотоаппарат это очень крепкая вещь. Она, ну то есть на нее лед не попал, допустим. Вот как-то оказалась она под защитой, скажем, какого-то тела того же Золотарева. И фотоаппарат просто не пострадал. Да есть еще один очень элементарный момент, ребята. По свидетельствам, да, вот поисковиков, очевидцев. Есть элементарное, вот конкретное свидетельство есть, что в палатке был относительный порядок внутри. Там беспорядка. Совершенно верно. Там не было беспорядка, вы понимаете, там не было беспорядка. Аккуратно стояла обувь. Хотя начинается копошение, начинают резать палатку. При этом, я говорю, ничего не смещается. Кроме скомканных одеял, собственно говоря, ничего такого в палатке нет. Татьяна, даже если бы вообще ничего не произошло, порядка такого быть не может при таком большом количестве туристов. То есть, как правило, в палатке там, ну, никто вот так аккуратно ничего не складывает. То есть, каждый вечер это происходит все вот, как бы, когда спать, ложаться, не складывают аккуратно ни обувь. Просто бросили ее уходы и все. Еще момент, да, вот смотрите, палатка 4 метра 30 сантиметров, ну, я так, грубо говоря, 4,30, да. В палатке 9 человек, да. Штабельками там лежат плотненько все, одежда, вещи, все. Представьте, начинается какое-то движение ночью, в темноте, где режется палатка ножом, представьте, да. И вот эта вся толпа людей ломится в эти прорезы, режет там. Представьте, какая паника. И все внутри относительно в порядке остается, да. Но это для меня это в уму не постижно. Я не знаю, как так можно. Нет, палатку ее однозначно уже установили, вещи там разложили. Это, это прям понятно, абсолютно понятно. Многих вещей не хватает. Еще один момент, вот, коль мы коснулись уже, там, смерти, ну, трупов, да, вот разбирали. То есть, самой инсценировки, раз мы вот затронули это. Вот, как бы, к вам, ребята, вопрос у меня такой. И вообще, кто, вопрос к тем, кто нас сейчас смотрит, да. У меня есть, как бы, ответ на этот вопрос, я так думаю, да, как оно могло быть. Вот такой момент, часто задаваемый вопрос. Если бы это, значит, там, убили военные или что-то там случилось, государство заминало там свои бока, там, в общем, делало инсценировку, их бы, а, типа, зачем делать инсценировку, их бы просто бы куда-то вывезли, там, закопали, там, сожгли в крематоре и так далее, да. Вот, как бы, это вопрос вам, да. Вот, как вы думаете, вот, почему этого не сделали? Варианты какие у вас есть? Ну, у меня только такой вариант, что изначально те, кто виноват в этой техногенной аварии, они хотели это все скрыть, скрыть от вышестоящего руководства. Нормально принимается. Татьяна? Ну, а у меня другое, еще есть такая мысль, что, возможно, давайте вспомним, у некоторых ребят родители были очень высокопоставленные. Это во-первых. Они все-таки могли поднять волну по поводу поисков. Хорошо, искали, искали, никого не нашли. А если предположить другой вариант, если ребята действительно шли не с туристической целью, и, возможно, эта цель, может быть, не во всех подробностях, но некоторым родителям была известна. Стоп! Стоп, Татьяна! Молодец! Просто-напросто у меня есть такое же мнение, что кто-то, пусть не все, естественно, а именно высокопоставленные родители, то того же Кривонищенко, кто папа был, не забывайте, просто-напросто знали о цели похода и зачем они туда идут. Поэтому никто их бы и никуда не утилизировал, бы и не прятал. Вот и все. Таня, совершенно верно. Вот у меня вот такое же есть предположение. Это как вариант. То есть, как вариант. Поэтому просто знали, а что, как это? Родители знают, да? Ну, те, которые на высшем уровне, да, допустим, знают, чем дети занимались, по крайней мере, знали о цели, допустим. Знали, что поход непростой, поход связан с чем-то, да? С государством и так далее. С какими-то там испытаниями либо там наблюдениями. И как после этого получается, что мы ваших детей просто где-то закатали, закопали, что ли, понимаешь? Ну, это однозначно. Я хочу сказать такой момент. Не знаю, насколько будет адекватная аналогия. Например, как там было в КГБ, в общем, по агентам, которые погибали, скажем так, серьезных агентов, которые работали без прикрытия. А как-то озвучивалось это или нет? Но, допустим, в том же ЦРУ там при входе у них есть так называемый безымянный мемориал. То есть отмечается только звезда и только год гибели. Поэтому здесь родители, да, возможно, были в курсе, так сказать, какой-то миссии. Еще раз вспомним. Ребятки были непростые. Учились они не на библиотечном факультете. Вполне возможно, у них были какие-то серьезные разработки, наработки. То есть таким образом здесь еще очень хорошо объясняется участие того же Золотарева. То есть, как там Зина пишет, они не очень-то хотели брать, но, тем не менее, никуда не денешься, взяли. При каких условиях это может быть? Когда очень настоятельно об этом попросили. Очень настоятельно. Тем более, Золотарев не какой-то там сопливый студент. Он уже опытный человек. Он прошел войну. По биографии Золотарева мы, я думаю, что поговорим попозже, не в этом стриме, потому что здесь говорится разговоров и разговоров не на пару минут. Но они действительно могли идти с каким-то заданием. Золотарев мог идти как какой-то там куратор, поддерживающая какая-то сторона, руководящая, направляющая, бог его знает. И, естественно, когда ребята погибли, родители с этим смирились. Как говорится, долг родине отдали. Ну что? Времена тяжелые. В кавычках солдаты гибнут. Но похоронить по-человечески они имели полное право. Почему родители воспротивились тем же похоронам выгодом? Что? Они какие-то там собаки безродные, что их закопать там в безымянной могиле и все. Погибли и погибли. И они начали требовать выдачу этих тел. А раз начали требовать выдачу этих тел, значит, надо было как-то это все обосновать, так сказать, для публики. То есть они погибли. Отчего они погибли? Ну, самое простое в туристическом варианте. Или по неопытности, или погода против них сыграла, а они погибли. То есть нужна была очень серьезная версия для всего Екатерины. Да, да, Татьяна, перебью тебя немножко, добавлю. Да, да, все правильно ты говоришь, смотри. То есть для каких-то родителей или для родителя, да, или для родителей была как бы причина была известна, да? А им можно было просто выдать тела, да, и все, сказать, ну да, вот пошло все не так, вот произошло то, что произошло. Ну, так как для общего, как говорится, да, для людей, для общества нужно было это все как-то представить, да? Вот отсюда все вот эти манипуляции, все вот эти действия. Ну, я так понимаю. Правильно я понимаю? Ну, да, и тем не менее, вы же еще тоже учтите, что весь институт, ну, институт, университет был в курсе того, что группа уходит в поход. То есть те же студенты, понимая, уже начали бы задаваться вопросом, что значит пропали, куда они пропали. Ну, все равно там ту же палатку должны были найти. Ты же прекрасно понимаешь, да? Хорошо, они-то, ребята сорвались там с какого-то склона. Один сорвался, два сорвался. Ну, не девять же человек сорвались с склона. Опять-таки, палатка, рюкзаки, лыжи, все остальное, извините за выражение, барахло. Но рано или поздно его должны были найти. И здесь становился тоже вопрос. Если найдутся, так сказать, самостоятельные искатели, а они бы нашлись однозначно, то здесь еще неизвестно, куда эти искатели зайдут, и куда они тоже влезут, и не будет ли дополнительных проблем. Поэтому института была просто необходима. Таким образом, общество, да, общество сколыхнулось, да, общество было шокировано, что погибли девять молодых, как говорится, здоровых, перспективных ребят. Ну что ж, ну да, вот жизнь, ну вот погибли там, лавина на них сошла, там снежная доска на них съехала. Как говорится, погоревали и пошли жить дальше. А если бы их не нашли, то если, смотрите, до сих пор, понимаете, мы вспоминаем группу Дятлова, то можете представить, сколько бы еще эти разговоры продолжались по всему городу. А это, естественно, никому не нужно было, ни партийным организациям, ни военным. Я как бы высказала свое мнение. Да, Татьяна, и ты вот затронула по Золотареву, все-таки, да, в следующем обсуждении мы уже все-таки сделаем по Золотареву, просто я, честно сказать, долго думал, мы хотели еще осенью сделать, я долго думал вообще, ну как бы, честно говоря, стоит ли вот это вот показывать, делать, да, но все-таки там есть определенные моменты, вот, но все-таки мы сделаем, и, возможно, вот именно следующее обсуждение будет вот касаться Золотарева, ну и других там разных моментов и нюансов. Наверное, мы так и сделаем, потому что до Нового года нужно уже сделать по Золотареву обсуждение. Там Татьяна Кутова мне обещала скинуть, ну должна была скинуть экспертизу по Черковеческую, да, и, видимо, забыла, либо не прошло письмо, я ей повторно написал, она скинет там все эти заключения, но это тоже... Ну замечательно, если она скинет по Черковеческую экспертизу по Золотареву, тогда, в принципе, можно было здесь еще присоединить те, ну ту находку, которую я накопала на просторах интернета, заодно и поговорим о дневниках, об их подданности, то, что мне тоже не дает такое. Да, 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 Татьяна, да, вот мы это с тобой обсудим, и следующее обсуждение мы посвятим именно вот Золотареву Семену Алексеевичу, или просто Золотареву, может, там непонятно ничего. Ну, в общем, более чем непонятно. Единственное, я бы еще хотела разобрать один момент касательно... Вот мы как бы так немножко отвлеклись, ушли в сторону, хотя, в принципе, очень-очень, я бы сказала, продуктивно отошли в сторону, но тем не менее, я бы хотела разобрать еще версию с отравлением. То есть то, что туристы отравились, здесь есть очень много, так сказать, вот моментов, ну, как много, достаточно значимых моментов. Только получается, отравились ли они гептилом, или отравились они еще чем-то? Вот это бы я очень хотела сейчас разобрать, чтобы вариант причин, ну, варианты причин смерти у нас были бы максимально закрыты по всем пунктам. Ну, да, или не только гептилом, да, там, другим каким-то топливом могли отравиться вполне. Да, в принципе, для того, чтобы засекретить это дело, нужны серьезные основания. Засекретить могли только в том случае, если была какая-то техногенная авария, а в результате нее там либо лавина сошла, например, в районе Атартена. Если бы просто лавина сошла, зачем это секретить? Да никому это не надо было секретить, абсолютно. Да, конечно. Если это все произошло в результате какой-то ошибки военных, то я считаю, это единственная причина, зачем это дело засекретили. Причастно было государство. Неумышленно, может, получилось, конечно, но причастно было государство. Поэтому это все и заминали. Вот и все. Все правильно, Телек, говорит. Да, конечно. Большое спасибо, Татьяна Алан. У нас заканчивается время. Я вынужден попрощаться с нашими зрителями, подписчиками. Хочу напомнить, что мы находимся на новом канале, который создан специально для стримов, для подобных дискуссий. Мы приглашаем всех желающих, кто хочет поучаствовать, у кого есть своя версия, кто может ее логически обосновать, защитить. Я прошу проверить подписку на этот канал. Если вы еще не подписаны, то обязательно подпишитесь, чтобы получать уведомления о новых роликах. Прошу поделиться в социальных сетях. Там есть под роликом кнопочка «Нажмите» кнопочку «Поделиться» и поделитесь, пожалуйста. И всем спасибо за просмотр. До свидания. Алан, Татьяна, до свидания. Всем до свидания. Надеюсь видеть вас снова и снова на канале Олега Таймини. Хорошего вам просмотра. Всем здравия. Всем до новых встреч. Всем хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok